Кирилл, 21 год свой, вы успели поиграть за 7 клубов российских, один европейский. На Болгаре это вторая команда, куда вы возвращаетесь. Просто так вышло или в этом есть своя логика, возможно, своя закономерность? Ну, я думаю, что больше это так вышло, потому что обычно люди возвращаются туда, где им хорошо. У меня был долгосрочный контракт с Рубином. Я ездил в разные клубы по арендам на полгода, на год. И сейчас вот так сложилось, что я снова вернулся в Волгарию. Я и рад очень этому. В недавнем интервью, которое было посвящено первой лиге блогера и журналист Сергея Ильева, говорили о Волгаре как о команде с чувством юмора, что агенты любят, молодые футболисты тут развиваются. Так ли это вы как раз молодой футболист и вот вернулись. Видимо, все-таки есть какая-то закономерность. Ну, я думаю, что это правда, да, потому что много игроков из Волгаря уезжают выше в премьер-лигу. Тот же наш недавний пример Илья Стефанович, который в торпеду уехал. Вот поэтому тут дают игрокам развиваться. Они здесь прибавляют, прогрессируют и идут потом выше. Вы игрок, который выходит, может выйти, не обязательно по этой квоте вы выходите, но может выйти по квоте для футболистов не старше 21 года. Помогает ли эта мера регламента таким, как вы, развиваться? Я думаю, что да, помогает на определенном этапе становления. Но потом уже, когда ты ближе подходишь к возрасту 21 года, то тут уже идет просто полная конкуренция с игроками, которые старше. И я думаю, что для более молодых футболистов это плюс. А для уже, когда тебе близко 21 года, лучше об этом не думать, я правильно понимаю ситуацию? Да, потому что... Расслабляет. Не то, чтобы расслабляет, а ты уже начинаешь понимать то, что через полгода ты не будешь молодым игроком считаться. И вообще в России только 21 год это молодой игрок, а в европейских чемпионатах в 21 год люди и чемпионаты мира выигрывают, и в лигах чемпионов уже проводят много игр. Поэтому... Вы побывали в Хорватии, но, по-моему, даже не провели ни одного матча за клуб. Хорватский доброволец он называется, если по-русски. Что это было? Как возник такой вариант? По-моему, вам было всего 19 лет, если не 18. Да, я отыграл полсезона в Томске в аренде. И потом вернулся в Рубин летом, провел два или полтора сбора и понимал, что нужно ехать куда-то играть. И появился вариант с Европой. Я всегда мечтал и до сих пор мечтаю поехать, поиграть в европейском чемпионате. Но, к сожалению, по своим обстоятельствам там немного не получилось. И я уехал в аренду в Нижний Новгород. Ваша родина Самара. За корридором вы побывали уже в четырех городах волжских, где есть профессиональные клубы. Просто так вышло или Волжайн все равно тянет к Великой реке? Ну, я думаю, конечно, что так вышло. Это стечение обстоятельств. Но мне самому приятно играть в тех городах, где протекает Волга. Потому что я с самых малых лет вырос на Волге. Я все лето проводил на Волге. Купался, загорал. И мне самому это приятно. А что еще для вас? Я волжанин. Что еще вы в это понятие можете вложить? Ну, просто ассоциация с рекой, с Волгой. Единственная, наверное, это единственная река, в которой я купался и плавал. Скучаете, когда ее нет? Вот я тоже волжанин, когда нет Волги, я скучаю. Да, бывают такие моменты, да. У вас есть биография страниц, связанная с выступлением за клуб, который выиграл четыре чемпионата России. Как вы туда попали? Давайте начнем с этого. В Зенит. Я провел сезон в Муроме. Достаточно удачно провел весну. И поступило предложение поехать в Зенит 2. Он тоже выступал в нашей подгруппе тогда во второй лиге. И, соответственно, играть в юношеской лиге чемпионов за Зенит молодежный. Я подумал и согласился туда поехать. У вас соперниками в группе, не знаю, лига чемпионов, как она правильно называется, юношеская лига УЕФА. Были Леон, Лейпциг и Бенфика. Бенфика дошла до финала. Леон вылетел в четверть финале, по-моему, даже по пенальти. Где играли? Зенит принимал не на Петровском, я знаю, по-моему, на СМИ не принимали. Антураж. Что с карьерой парней, с которыми мы выступали тогда в 2019 году вместе? Карьера парней, против которых мы играли, есть некоторые ребята, которые уже дошли до сборной. Это, например, Райан Черхи, он играл за Леон, он 2003 года рождения. Он тогда уже был на нас всех младше, но уже тогда он очень сильно выделялся, индивидуально и физически. И вот сейчас, я недавно даже смотрел, он в последних трех игр три гола за основной команд Леона забил. И была одна история такая смешная, мы приехали к ним играть первый матч, проиграли 4-2, он нам забил, отдал две голевые передачи. Потом у нас была ответная игра в Питере, мы смотрим составы, смотрим, его нету, думаем, ну заболел или травма. Отыграли, выиграли 3-1, приходим вечером на матч основной команды. И смотрим, он в основном составе уже за основную команду Леона выходит. А играли где, на тех же больших стадионах в Европе, нет? Нет, мы играли на базах. На базах? Да, на базе у Бенфики играли, у Леона, у Лейпцига. Хотелось бы сказать, что у Бенфики база сумасшедшая. Там в районе 14 натуральных полей, манеж и три искусственных. Что еще осталось у вас в памяти от турнира, который, между прочим, принимала Астрахань в свое время, Махачкалинская Анжи проводила там отборочный матч, не группового, не группового раунда, а отборочный? У меня очень хорошее воспоминание, потому что всегда интересно играть с зарубежными командами. И вообще съездить, посмотреть в Европе, насколько там все по-другому. То есть даже вот тут же взять Бенфику, у них есть манеж в Лиссабоне. Мы спросили, а зачем манеж в Лиссабоне? Там практически круглый год хорошая погода. Они говорят, если сильный ветер или сильный дождь. Большой клуб, на все случаи жизни страховка. Поддержите ли связь с тренером той команды, которая, думаю, яркие, судя по всему, воспоминания Константином Георгиевичем Зыряновым? Связь мы не поддерживаем, но, думаю, если увидимся, пересечемся где-то, то с удовольствием пообщаемся. Еще одна страница вашей биографии – сборная России. По-моему, вы поиграли за все возрасты. А вызов вам первый пришел, я с не ошибаюсь, когда вы играли в Муроме. Как они вас там нашли? Да, у нас… Вот как раз тогда я провел неплохую весну, и был турнир Гранаткина. И у нас создавали две сборные – Россия-1 и Россия-2. И меня вызвали в Россию-2 тогда, а у нас накануне были экзамены ЕГЭ. И, видимо, у кого-то из России-1 не получилось то ли приехать, то ли клуб их не отпустил. И меня вот вызвали в Россию-1. И первую игру мы играли с индусами. 0-0 первый тайм, я вышел на замену в перерыве. И три мяча забил, и мы 3-0 выиграли. И вот после этого я начал постоянно играть в сборной при Александре Анатольевиче Киржаковом. И дальше карьера в сборной моя пошла вот так постепенно-постепенно. Мы потом поехали на Евро, играли с Уэльсом, поляками и Косово. Прошли этот отборочный этап, но, к сожалению, за ковида отменили. Отменился чемпионат. Он в Ирландии, по-моему, должен быть финальный этап. Да, мы прошли в него, но из-за ковида все это перенеслось. Ожидание футбола. Есть такая известная книга одного из самых ярких советских журналистов. Льва Филатова. Огромные тиражи, не знаю, читали или нет. А что для вас ожидание футбола вообще и накануне рестарта перед Стефанейл? Для меня ожидание – это как можно больше выигрывать, показывать красивый футбол, чтобы болельщики ходили на стадион, чтобы болельщикам было приятно смотреть на нашу игру, чтобы они нас поддерживали. Хочется доставлять эмоции, как можно больше, конечно, положительных для болельщиков. И для себя, конечно, хочется побед и забитых голов побольше. Спасибо.